Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас мукбанк. У меня обалденное настроение, любимая еда. Это фаршированные перчики. Мукбанка встала намного реже. Но сегодня во сне я увидела такой, знаете, достаточно странный сон, который казался прям правдой. То есть иногда бывает вот ты во сне и видишь что-то такое, что тебе кажется, что это действительно происходит. В общем, я во сне видела, что типа у меня на бум-канале ноль подписчиков. Я обновляю страницу, обновляю, я понимаю, что ноль. А потом появляется 5 подписчиков. Ну так, знаете, где-то за полчаса на меня подписываются. Ну 15-20 человек, иногда больше. В день на бум-канал подписывается. 1500. Ну и в общем, суть сна была в том, что новые подписчики добавляются, но старых никого нету. Я так резко проснулась и поняла, что это сон. Вздохнула с облегчением. Начали мы сегодня с йогуртом. Кстати, на моем канале наконец-то появилась галочка. На самом деле, эту галочку я могла получить уже давно. Ее дают после 100 тысяч подписчиков. Но вы меня знаете, я очень ленивая в этом плане. Там надо было написать в техподдержку. А я почему-то думала, что со временем они сами дадут эту галочку. И есть галочка, нету. Мне как-то не холодно, не горячо от этого. Поэтому я как бы запрос никогда не отправляла. А тут где-то недельку назад я увидела, что если в ютюбе у тебя есть галочка, ты можешь автоматически уже без никаких проблем получить галочку в инстаграме. Я подумала, почему бы нет. И в общем, решила запросить свою галочку. И мне ее сразу дали, причем на два канала сразу. Потом я заполнила анкету. Заполнила запрос в инстаграме. Оказывается, действительно, если у тебя в ютюбе есть галочка, то ты легко можешь получить галочку в инстаграм. Но мне уже пришел ответ. Мне сказали, что единственное, что нужно сделать, чтобы получить галочку, мой аккаунт в инстаграме должен быть открытый. То есть приватный аккаунт не может быть аккаунтом публичной личности. Там нужно сделать бизнес-аккаунт. А бизнес-аккаунт, по-моему, нельзя делать приватным. Я, честно говоря, не хочу делать свой аккаунт открытым. Те, кто давно подписан на меня, те в курсе. В инстаграме у меня всегда был закрытый аккаунт. Там были моменты пару месяцев, когда он был открыт. Но так в основном всегда он закрыт. Это связано с людьми, которые я не хочу, чтобы смотрели мой инстаграм. И когда я добавляю людей, я обязательно смотрю, кого я добавляю. Ну, то есть принимаю запрос. Там в инстаграме все очень просто. Ты просто оставляешь ссылки на свои другие социальные сети. Например, на ютуб, что у тебя столько подписчиков. И там очень просто и все. Но я не хочу открывать профиль. Поэтому как-то забила. Хотя, может, сделаю, посмотрим. Я просто настолько ленивый человек, что мне даже в лом поменять в шапке профиля количество подписчиков. Так что ужас. Очень люблю фаршированные перчики. Мама, когда готовит у шапки, думаю, что я сразу краду перчики. Сейчас рисовала, смотрела передачу. Идущие к черту. Это достаточно старый выпуск, на самом деле. Очень много людей посмотрели. Но я просто в шоке. Я просто вспоминаю себя 10 лет назад. Как я с удовольствием смотрела битву экстрасенсов и реально прям верила каждому слову. А в этом фильме, точнее, это многосерийный фильм, берут этих же экстрасенсов и дают им задания. И они там, говорят, по-циказски будут. Как на битве экстрасенсов. Очень мило за этим наблюдать. Мой вам совет. Если вы тоже верите во всю эту фигню. Как вернуть мужа, не знаю, за 15 суток. Не позволяйте людям, мошенникам наживаться на вашем горе. Тем более, если это какое-то заболевание. Не верьте в эту всю фигню. С удовольствием просто посмотрела. Уж 4 сезона. Не сезон, а 4 серии. Я просто параллельно рисую бумажные сюрпризы. И у меня на фоне кто-то болтает. Я вот решила включить эту передачу. Это реально так интересно. Там прям факты. Советую вам обязательно посмотреть. И напишите, пожалуйста. Верите ли вы во все это? Мне кажется, раньше людей, которые во все это верят, было гораздо больше, нежели сейчас. Сейчас это взрослое поколение. Например, моя бабушка очень верила во все это. Но мне кажется, люди там моложе 35, не знаю, моложе 40, в это все не верят. И удивительно, что люди готовы брать кредиты, отдавать баснословные деньги, этим псевдоспециалистам, которые наверняка должны решить все ваши проблемы жизненные. Это так глупо смотрится со стороны. Хотя вспоминаю себя 10 лет назад. У меня тогда, знаете, особо таких проблем не было. Но я реально верила во все это. Я действительно в это верила. очень вкусно. Просто единственное, что меня очень смущает, как передача с таким обманом могла бы ходить на таком канале. Понятное дело, что это все шоу и так далее. но все равно. Короче, очень мне понравилось. Вы тоже обязательно посмотрите. Одно время я на постоянной основе начала смотреть ТВ3. Это был такой канал. Я не знаю, сейчас он есть или его нет. Ну, типа, там все мистическое и так далее. Я реально где-то через месяц начала понимать, что у меня немножко крыша едет. Там, короче, канал, типа, такой мистический. Все фильмы, все передачи связаны с одним и тем же. с духами, там, какими-то каталками, все дела. Я реально абсолютно искренне вам говорю, я начала в какой-то момент осознавать, что я что-то слышу, какие-то потосторонние силы. Короче, потихоньку начала ехать. Кукулха. Поэтому понятное дело, что пожилые люди во все это верят, потому что мы тоже когда-то в это все верили. Причем, знаете, что обидно? Вот кто идет к таким специалистам? Это люди, которые находятся в отчаянии, либо у них какое-то заболевание. Она всегда начинает уборку именно в той комнате, где я снимаю видео. Сейчас она начала пылесосить вот здесь, в этой комнате. Я не знаю, вам слышно или нет, но мне прям хорошенько ее слышно. В общем, кто идет к гадалкам, экстрасенсам, ведьмам? Кто? Люди, которые считают, что у них другого выхода просто нет. мужа шел к любовнице, не знаю. Какая-то болезнь неизлечимая. И вот обидно, что такие люди, они наживаются на проблемах других людей. вот беру от себя. Зачем мне сейчас идти к экстрасенсу? У меня все отлично. Но когда человек, даже скептик, которого все это не верит, находится в состоянии отчаяния, уже, не знаю, медицина не помогает, других как бы вариантов нет, человек уже начинает в это верить и отдавать последние кровно заработанные деньги таким людям. Мой вам совет, обязательно посмотрите эту серию фильмов. На этом все. Огромное спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Берегите себя. Пока. Продолжение следует...